Привет всем! Мы продолжаем делать это в таких условиях на коленке. Но, собственно, главное ведь то, что говорится, а не то, что произносится. Хотя, видите, я вот подготовился. На самом деле, я уже объяснял, у меня там есть и петли, и то, и все, и пятое-десятое, но они разные. Я, в общем, решил не заморачиваться, ограничиться вот этим. Сегодня у нас очередной гость, на этот раз видите, мужчина, да, то есть шли дамы. Ну, как бы мы сейчас, может, кстати, эту тему затронем. Основной ведь контингент гидов все-таки женский пол, да? Можно и об этом, кстати, поговорить немножечко. Александр. Прекрасный Александр. Я позвал не только потому, что он гид, а потому, что у него есть, в общем-то, свой проект. Я так понимаю, уже даже и не один, да? Ну, разные, да. Да, и вот, собственно, об этом мы и поговорим. Давай, кстати, начнем с этой темы. Вот выгоднее ли мужчине быть среди экскурсоводов, нежели женщине? Ну, да, на самом деле это такой давний вопрос для меня, потому что мне кажется... Ну, понятное дело, сейчас звучат обвинения в сексизме и всем прочем, да, но... Ах, ты жесткий шовинист. Да, жесткий шовинист. Но на самом деле, смотря, конечно, какие категории туристов, но для той категории туристов в основном, которые приезжают к нам, проще быть девушкой. То есть приезжают, да, ну, достаточно уже пожилые люди, дедушки с бабушкой, они видят такую миленькую внученьку с большими ресничками, там глазенками хлопают. Вот я сейчас вам покажу дворечик, посмотрите вот тут дворечик, а тут вот это. Все, больше им ничего не надо. То есть, ну, абсолютно как бы такое... Им нужен не гид, да, по большому счету сиделка, да, сиделка или какая-нибудь там приятная девочка, которая с ними вот так вот пощебечет. Понятное дело, что есть много других категорий, которым нужно что-то другое, но вот то, с чем я сталкивался. Сейчас все прекрасные девушки скажут, ах ты, Саша, мы же столько интересного им рассказываем. Look to the lift, look to the right, а ты вот нас так взял и втоптал. Я не буду спорить, что есть люди, есть девушки, которые знают 50 раз больше, чем я, и могут это рассказать 50 раз лучше, чем я. Я не спорю абсолютно, но просто я не раз наблюдал, когда люди, ну, мягко говоря, они шибко знающие, да, но обладающие некими там половыми внешностными признаками, да, оказываются достаточно востребованными в этом плане. Ну, нет, всем, каждому свое, да, то есть, допустим, официантка может там обслуживать очень плохо, да, но если она там как-то мило улыбается, ей, соответственно, дадут больше чаевых, чем тому, кто там идеально все принесет. Но, ну, как бы, вот, извините, рожи там не вышло, я не знаю, что это такое. Ну, я могу привести пример. Буквально недавно мне заказали тур для байкеров, и я в какой-то момент понял, что, ну, им нужна, на самом деле, красивая девушка. Собственно, я ей предложил, причем девушка знающая была, я предложил красивую девушку, и байкеры были в экстазе, естественно, да. Расскажи, пожалуйста, про свой, ну, вообще, вот, про всю ту тему, которая связана с Великой Отечественной войной, с блокадой, вот, про твою специализацию, да, то есть, ну, вообще, что это, значит, что ты делаешь, как это все началось? Как это все началось? Я в 2007 году работал компанией Pires Walking Tours, да, которая занимается пешеходными экскурсиями. А она же, кстати? По-моему, да, вот, это первая вообще была компания, которая... Я просто помню, да, такая, можно сказать, культовая компания, а не Pires Walking Tours. Да, Петр, по-моему, насколько я понимаю, ну, до сих пор до карантина, по крайней мере, возил эти... Я просто написал про них даже в журнал Афиша, то есть, в свое время. Да, и я у них подрядился делать тур по облакате Ленинграда, то есть, там была такая схема, что вот я встречаю людей в определенное время, и мы после этого идем в музей, ну, я возил в Румянский особняк, и после этого мы ехали на Площадь Победы смотреть мемориал. И, ну, просто там нужно было как бы... Были такие дежурства у гидов, то есть, ты вот приходишь, встречаешь, сколько придет, столько придет, и после... А может вообще никого не прийти. Да, да, я помню. Да, и ведешь, да. И я вот все время брал эти туры, ну, как-то остальным, видимо, это не особенно заходило. Мне понравилось, я так втянулся. Ну, до этого я там еще в интернете шарился на всяких военно-исторических форумах, в самом иностранных, и все больше и больше втягивался. Потом в 2008 году я подумал не сделать мне что-то свое, вот, начал ездить по... Проехал по дороге жизни, посмотрел себе мемориалы, начал копать информацию, книги в библиотеке, в интернете и так далее. И к 2009 году сделал сайт свой, где этот тур начал предлагать, и так постепенно начались мои поездки. Мог бы ты описать контингент людей-иностранцев, потому что, ну, выражаясь рыночным языком, продукт довольно специфический, да, то есть ведь, ну, мы не будем тут строить из себя целок, и, в общем, люди ездят сюда, зачем? Романовс, значит, Распутин, там еще пару пунктов, да, и так далее. Но, блин, блокада Ленинграда – это отнюдь не самый топчик. Более того, там 98,6% вообще не в курсе, что это было, ну, если говорить про американцев. Кто эти люди? Да, это ты сейчас вот очень сильно наступил на мою старую, очень больную мозоль, вот, потому что я сейчас, конечно, буду растекаться по древу, ты так меня, видимо, отсекай, потому что это я вот… Не-не-не, растекайся. Ну, во-первых, что говорить, если говорить об блокаде Ленинграда, то, по сути, по сути, это должно быть чем-то, чем является мемориал Холокоста в Берлине или вообще все, что связано с Холокостом в Берлине. Абсолютно. То есть мы уже сейчас начинаем говорить об абсолютно об нормальной ситуации. То есть вот наша структура нашего туризма – это там Теренок с двумя головами, там человек с тремя ногами и так далее. То есть все с ног на голову полностью поставлено. У нас эта тема не только, ну, не то, что активно выпячивается, да, какими-то туркомпаниями, наоборот, ее стараются как-то запрятать. Ну, это, понимаешь, это так грустно, это так вот, понимаешь, это все вот так неприятно, зачем расстраивать людей, как бы. Вот, в Берлине это вообще… Вот просто тебе ткнут мордой вот в этот мемориал Холокоста на любом пешеходном туре. Вот, а в центре, например, самое главное невозможно не заметить. То есть вот Берлинд, да. Там можно взять тур по, я не знаю, по розовым пони в Берлине, и тебе все равно будут рассказывать про нацистов, про Холокост и так далее. Обязательно. Это просто, ну, пренепременно. То есть это их история, тем более для них это еще куда более неприятная история, потому что они, в общем-то, все это совершали, да, а у нас мы были жертвами, поэтому почему бы нам не рассказать. Но, тем не менее, нам почему-то стыдно и неприятно, я не знаю, что-то еще рассказывать об этом туристам. Немцы об этом с гордостью, ну, какой-то гордостью, не знаю, по крайней мере, с таким чувством социальной ответственности, да, что вот мы рассказываем, мы знаем это. Ну, чувство социальной ответственности, это вот очень ты правильно сказал, потому что у них действительно это там на уровне государственной программы, это в школах, везде обязательно преподается, и это, да, такой мастхэ для всех туристических туров. Да, и поэтому у нас это все вот так вот приземляется, но я бы еще хотел сказать не только про иностранных, давай попозже про русских туристов, потому что что-то говорить про иностранцев. Сейчас пока разобьем. Чисто про них. На самом деле, консингент очень разный. Я вот за 10 лет, за которые я возил эти туры, я так и не смог четко идентифицировать какую-то вот определенную узкую группу. Есть достаточно много таких одиночных путешественников, которые вот задались этой темой, они каким-то образом заинтересовались, и вот они ездят, смотрят, им это интересно. Есть теми, ну, чаще всего бывает, то есть там, допустим, отец и мать интересуются, и вот дети или, допустим, родители хотят детям что-то рассказать. Это американцы, англичане, австралийцы. Я заметил, что довольно непропорциональное количество австралийцев берут такие туры, что особо интересно. То есть, понятное дело, что большинство там будут американцы, но как бы в проценте вот количества путешествующих, да, австралийцы составляют, они же, ну, довольно небольшое число, но тем не менее, вот они чаще берут. Есть люди с какими-то личными историями. Вот у меня была одна американка, которая попросила меня специально сделать одну остановку на пути из Петербурга на Дорогу жизни. И я говорю, ну, конечно, она показала адрес Моховой улицы, ну, там, в принципе, рядом, проедем потом к Финляндскому и дальше. И мы там остановились, мы зашли во двор, и она говорит, вот почему я попросил тебя здесь остановиться. Здесь жила мать ее мужа, и она рассказала, что в какой-то из январских дней 42-го года ей нужно было вытащить тело своего родственника, донести до кладбища. И она вот потащила это тело, она вот показывает мне, как это все происходило, дотащила до арки, споткнулась, упала и поняла, что дальше уже не может идти. Она оставила этот труп, пошла домой отлежаться, на следующий день она выходит, а тело уже вмерзло в лед. И она говорит, что после этого, буквально каждый день, когда ей нужно было куда-то выходить, она буквально переступала через труп своего родственника. Ну, такие вот личные были истории. Она еще боялась, что, это был 14-й год, она боялась, что там что-то сделает с американцами, но мы подъезжаем к этим бетонным стелам на Дороге жизни, рядом с поселком Щеглова, и смотрим там собрание, а американцам там даже в Travel Advisory написали, что ни в коем случае не подходить к группам людей с флагами и так далее. А там флаги, вот эта птичка Щеглова, они стоят с русскими флагами, и мы подходим, она уже так съежилась внутренняя, видно по ней, они такие, о, американцы, да, вот вам книжка про наш Щеглова, пытаются по-русски объяснить, что, типа, да, вот мы празднуем, тут 9 мая, как раз мая было и так далее. То есть она так, конечно, была очень рада, и, в общем-то, и мне было очень приятно, что люди так совершенно спокойно и нормально восприняли человека, тем более, который приехал вот по такому серьезному поводу. Но есть и люди, которые просто, вот, энтузиасты военной истории, которые просто интересуются, приезжают. У меня был японец, например, однажды приехал, вот, и у него были все книги, карты, там книга Фуржика про блокаду Ленинграда с картами, вот, там, мы на Синявинские высоты поехали, он специально там заказал, чтобы еще туда отвезли, то есть, ну, вот такие случаются. Да, это круто. Я помню, что когда приезжал Ирвин Уэллш и Даги Бримсон, это два таких, ну, Ирвин Уэллш более известны, потому что там написал то, что у нас было переведено, как на игле, да, ну, и потом там все вот это в серии его романов про жуткие Глазга. А Даги Бримсон, это писатель, который писал про всяких хулиганов футбольных, и сам был такой, бульдог такой, лысый такой, ну, добродушный, но чувствовал, что в молодости мог так заехать, что... И он попросил повезти его на Пискарижское кладбище Даги Бримсон, и это, надо сказать, был просто респект. Вот привозили, не помню, я к СМО, по-моему, издательство, и тогда делал книжный проект, и я очень проникся этим. Я прям вот, я брал у него интервью, и вот прям смотрел на него любовными глазами, ну, вот ты мужик, молодец, да. И, по-моему, уже Тарантино, по-моему, просил его куда-то свозить, я вот не помню, тоже что-то с этим связано. То есть, да, хорошо, это что касается иностранных туристов. Вот давай теперь затронем тему наших. Да, тему наших туристов, на самом деле, куда более больная тема, потому что, ну, иностранцы, понятно, действительно, они там здесь проводят один-два дня, и все, уезжают, и им там нужно, типа, самое главное посмотреть. Что касается наших туристов, то все гораздо печальнее, просто, опять же, здесь это можно видеть на контрасте с иностранцами. Вот ты очень верно вначале подметил, что вот это вот печально-грустно, да, вот отношение русских туристов к всему, что связано с войной, вот куда бы они ни приезжали. Ну, я говорю, я могу достаточно вот положить руку на сердце, сказать, что да, это вот относится к широким массам, да, не просто мое там наблюдение, что там девочке не нравится, да, там. Это то, что я видел везде. Вот была картинка такая с котом про здоровое питание. Такой сидит кот, перед ним салатный лист, вот, он смотрит на него такой невкусно и грустно. Вот именно такое отношение. То есть, это как бы, ну, практически как такое правильное питание. То есть, это вроде бы надо, это вроде бы правильно, да, но как бы мы на отдыхе... Но лучше колбаска и шашлычок. Лучше колбаска и шашлычок, да. И в этом, конечно, фундаментальная проблема заключается. На самом деле, эта тема еще ждет очень подробного социологического исследования. Почему так? Потому что, например, когда я приехал в Бельгию, я специально скопировался с одним шведом, который у меня был на экскурсии в Питере, там группа шведов приезжала, я их возил. Мы заезжали в музей в Кабоне, мы заезжали в Тихом, мы заезжали, по-моему, даже в Новую Ладогу. Заезжали здесь, до там Красногвардейского крепрайона под Гатчиной, там, к Русско-Высоцкому приезжали. Я даже там свез их в деревню Жапце-Поле, где какой-то воевода с малыми силами 500 шведов побивоша, как-то так, вот они с радостью сфотографировались на фоне этого камня там. Ну вот, и вот, в общем, мы с ним скоперировались, поехали в Бельгию. Специально именно по полям сражений Первой мировой, потому что была столетняя годовщина Первой мировой. На полях Фландрии. Да, именно там. И, ну, это, конечно... Ну, то есть я еще в Берлине, как бы-то очень сильно черной завистью истек, когда я видел людей в... Ведет мокрый снег в середине марта, и огромные толпы собираются на пешеходные туры, да. Но когда я приехал в Ипор, мы проезжаем Семенинские ворота и подъезжаем к собору, где у них двойный музей. И вот на этой улочке штук семь... Вот я насчитал, я даже... Это только на одной улочке, там еще на сторонних улочках было. Штук семь офисов туристических компаний, которые специально для англоязычных туристов организуют регулярно, ежедневно, туры по полям сражений Первой мировой. Ну, я уже не говорю про то, что, наверное, две трети населения Ипора были англичане. Ну, понятное дело, это было 10 ноября, понятное дело, что это большой праздник, но тем не менее, да, многие ли у нас, допустим, пойдут в другой город или там в другую даже страну, да, и понятно, им просто до Бельгии добраться, но тем не менее. Я сейчас, извини, что я тебе перебью, я сейчас выскажу одну мысль. Ведь при этом у нас 9 мая, это просто какой-то, не знаю, взрыв говнометов. Да, да. Я вот тут делал просто об этом пост, ведь в Англии, да, и Франции, вот этот цветочек, он продается, и деньги эти идут на благотворительные цели, на поддержку ветеранов не только, естественно, Первой мировой, потому что они уже, ну, время идет, а вообще в принципе на поддержку ветеранов, пострадавших во время войны. У нас эти ленты сдаются бесплатно, и не просто бесплатно, а просто иногда втюхиваются. И поэтому, вот, как бы, это очень странная вещь, то есть страна, которая действительно принесла максимальный вклад, страна, на которую напали, страна, которая, ну, то есть, я не знаю, там, вот у меня в семье куча историй, да кого ни копни, да, то есть, все с этим связано в Петербурге, попробуй там, ну, сейчас бабушки все, к сожалению, умерли, но попробуй там хлеб урони на пол, все, подзатыльник там, как бы, поджопник, и типа, и вот. И вот при этом вот такое отношение, и у людей, мне кажется, просто отсутствует резистенция вот к этой государственной пропаганде, которая им пытается что-то навязать. Может, это какая-то натуральная реакция, что они, с одной стороны, понимают, что это священный праздник, а с другой стороны, раз это все перерастает в такой какой-то балаган. У них складывается ощущение, что, типа, ну, это и весело, что сходил там с портретиком, постоял, как бы, и ништяк. Ну, вот отчасти да. Я согласен, что, действительно, там государство крайне неумело, крайне, ну, неловко. Это же, это очень тонкие вещи, которые, затрагивая которые, нужно, ну, обладать невероятным тактом, умом. Такт, такт, это ключевой момент. Да, у нас, к сожалению, это делается так топорно. Отчасти здесь проблема в том, что у нас нет этих вербальных, выразительных средств для того, чтобы описать то, что на самом деле было тогда. То есть, советские вот эти вот обороты, они уже устарели морально. Я не буду сейчас касаться... Ой, это очень крутая мысль. Да. Это очень крутая мысль. Я вот тоже думал об этом. Ну, то есть, я сейчас вообще прихожу, ну, просто меня закидают помидорами, я сейчас думаю над тем, что сделать мастер-класс по современной методологии вообще экскурсоводства. Потому что, как бы, ну, реально, я сталкиваюсь с этим постоянно, что, я не знаю, вот эта вещь, она изменила все на белом свете, а большинство гидов старой школы, они это отказываются принимать. И вот то, что ты сейчас сказал про советские обороты, это вот в точку на самом деле. Да, то есть, причем не просто советские, а вот именно брежневские эпохи обороты, когда лил огненный дождь, плавился металл, но неустрашимые коммунисты. И вот такой вот, как бы литература, на самом деле бюрократический язык, он полностью сковал всю область, вот это вот, как знание о войне, так, ну, вот это сведение о войне, которое людям сообщается, так и сферу рассказов о войне, вот нарратив о войне, он полностью окован вот этими вот фразами. Поэтому, когда люди слышат об экскурсии про войну, они думают, что вот они сейчас сядут в автобус, к ним сядет такая безразмерная тетя, и начнет вещать вот таким вот занудным голосом, что да, коммунисты, там, то-то-сё. Причем, что я заметил вот в советских книгах про войну, очень все общее, очень неточно, очень как бы, ну, вот здесь наши воевали, там. Нет деталей, это мало истории. Нет, нет истории, да. И вот когда приходишь на Невский пятачок и рассказываешь людям, что вот здесь был такой-то, здесь такой-то блиндаж, а здесь люди отстрелили до конца, а здесь был человек, а здесь, там, допустим, Чуровский блиндаж, да, фильм сняли как раз рубеж, поэтому. И подробно рассказываешь, кто где был, да, видишь эти обелиски личные, естественно, это проводит какую-то личную связь, ну, это меняет. Я, естественно, наверное, мне повезло, что в детстве, вот вся эта информация про войну, я, например, где-то до 20, там, не знаю, 4, что ли, или 3 лет, я вообще практически не интересовался войной, да, вот мне как-то так внезапно пришло, и я начал уже черпать информацию из других источников, новых, более новых, как бы, да, или сам читатель. Поэтому вот эти вот все, когда я сейчас читаю, все эти рассказы, ну, старорежимные, что называется, приходится очень много фильтровать, чтобы какую-то информацию там выбрать, потому что остальное вот это вот вода и общие термины. Вот, и, да, и что касается русских туристов, то я общался недавно вот с человеком, очень, ну, грамотный, понимающий, абсолютно вменяемый и так далее, но он говорит, что если бы ко мне приехали родственники, да, из другого города и попросили показать Питер, то, например, там, Пискаревское кладбище это абсолютно последнее, что я бы вообще мог бы им предложить. И в этом наша очень большая проблема, на самом деле. Отчасти из-за того, что действительно, вот почему немцам, допустим, там вот у них сердце не взрывается и там не грустно, хотя они реально это переживают, я же общался там со многими гидами в Берлине и все это видел, знаю, и почему туристам, которые приезжают, евреям, допустим, евреям в огромных количествах приезжают в Берлин, приезжают в Аушвиц, приезжают куда угодно, да, и на места уничтожения массово евреев, а у нас, по сути, город был каким-то гигантским лагерем для уничтожения людей, да, посредством голода. Почему они это могут, почему им это, ну, нормально, это некая работа души у них происходит, почему наши себя стараются от этого защитить всеми возможными способами. Я был в Москве не только в Питере, в Москве я был в начале декабря, по-моему, 18-го года и со своим московским друзьем мы пошли в музей обороны Москвы, вот он, казалось бы, оборона Москвы, господи, это же вообще там величайшее событие, многие считают его там поворотной точкой войне, пусто вообще было, ну, понятно, может быть, это было какой-то, я не вспомню, выходной, по-моему, это был, но практически никого, я не говорю про туристов, то есть, вот приехали, опять же, на поклонный город, то есть, людям нужны символы, а не знания, да, они приезжают на вот этот поклонный город, смотрят этот штык, да, там, по залам пройдутся, посмотрят и арома, и уходят. Вот они совершили некий символический акт, но знания, да, галочку поставили, да, знания почему-то вот неинтересны. Слушай, да, это, конечно, очень больная тема, и, блин, как хорошо, что ты ее поднял, потому что я сейчас тоже хочу сделать по пару таких туров, вот у меня сейчас пошли вот эти видеоэкскурсии, которые очень хорошо заходят, назвать их «Ленинград не задается», то есть, и показать, ну, какие-то хрестоматийные вещи, начиная там с этой, господи, трансформаторной, этой будки на фонтанке, больше, это плыня, а дальше уже какие-то менее известные вещи, да, фотографии разрушенных домов, истории, которые я сам собирал у бабушек-блоканец, которых я интервьюировал, там я над книгой работал и так далее. Ну, в общем, да, скажи теперь, пожалуйста, про, ты мне только что поведал, про вот эти виртуальные туры, да? Ну, да, ко мне внезапно и случайно совершенно обратилась индийская контора, с которой я загестировался там лет шесть назад и не было ни слуха, ни духа, я там, по-моему, даже сайт тура не выкладывал, ну, просто что-то такое, когда-то было. Она говорит, привет, вот мы решили виртуальный тур организовать. Я такой, ну, хорошо, давайте, что нужно делать, ну, давай сначала мы с тобой это в тестовом режиме проведем, и я пришел на Невский, на Невский, на 20-ую площадь и начал рассказывать им, прошелся там, подарки генерального штаба, вышел на Невский, там, да, вот на телефон, да, сначала даже без гарнитуры был, то есть он просто так вот шел, показывал, им понравилось, говорят, давай, хорошо, потом я говорю, какие еще туры можешь подожить, я говорю, ну, не знаю, вот можно, например, вот купить, вот, и я, поскольку поднаторел в этом всем вопросе, за 10 лет, да, вождения туров по, по русской водке, да, с туристами вечером, когда мы выезжаем из порта, и едем в город на лодке пить водку, естественно, мне нужно, пока мы едем, как-то их развлекать, рассказывать истории, там, про водку, анекдоты, там, как русские пьют, какие закуски нужны, я уже был в курсе, какие шутки шутить, какие, да, истории рассказывать, поэтому, я говорю, давайте виртуально сделаем, тем более, как бы, уже на слуху была эта история с виртуальным пьянством, да, когда люди там сидят, бокалами там щекаются, и я пошел в магазин, купил, где-то в этом самом, господи, в Максидоме, по-моему, там что-то по скидке продавались какие-то селедочницы, какие-то, икорница, вот, и так далее, вот я это все купил, закупился в ленте селедкой и всем остальным, разложил красивенько на столе, и все начинается, ну, сначала тестовый тур провел, да, я сказал, запаситесь водкой, мы сейчас будем пить, как бы, ну, и вот, в общем, я раскладываю, вот так мы пьем, вот так мы закусываем, вот это вот, немедленно, немедленно, мгновенно закусываете, да, вот вы долго не ждите, типа, вот у меня с американцами часто было, что я, я им рассказываю, что вот этот середок, вот с селедкой, да, вот вы должны его сразу же, сразу же им закусывать, а не американе, то есть все остальные, конечно, бьют закусы, американцы, вот, вот примерно так это происходило, я долго думал, почему, потом мне все-таки один американец повел, что они, они вот все уверены, что это как текила, не как текила, а как вино, точнее, да, а нужно, чтобы как текила было, чтобы раз и все, вот, вот такие истории, там, у меня была прекрасная история, я раньше водил в рюмочную на разъезжие, но она такая, как бы была из псевдо-советская, то есть, как бы вот все, ну, весь ассортимент был такой, очень советский, но при этом такие, евроремонт такой, с обоими в виде газет советских, там, типа, сообщающих о подвигах рабочего класса, ну, вот, я водил туда, я помню, как-то была группа англоговорящих, швейцарцев, я их веду в эту рюмочную, мы туда заходим, а я таким чувствую, что они вот как-то, ну, подозревают меня, что я сейчас их в tourist trap там приведу, и все, и они там, фигня какая-то будет. tourist trap – это капкан для туристов, потому что не все владеют архивистским, я периодически за это ругаюсь, типа, переводили. Ну да, вот, и мы, да, я их веду туда, они как-то так озираются, недовольны, ну ничего, мы берем водку, каждому там по стопочке, грамм там 50, селедку, все такое, стоим за столиком, там стоящий столик, и они все равно чувствуют туда заходит такой мужичок, лет 50, в потертом пиджачке, такое, с кинутыми растрепанными волосами, приходит, что-то, и покупает, он покупает стакан водки, 200, да, и томатный сок, 100 грамм, подходит на стоечку, аккуратненько берет, ну, это произошло быстро, но как бы без торопливости, то есть, вот очень с чувством, с толком, методично, отработанно очень, человек берет стакан водки, выпивает его, аккуратно, выпивает сок, медитирует несколько секунд, уходит, вот все, после этого они были мои полностью, то есть, это были, эти люди вообще, это было аутентично, я подумал, что надо будет нанять этого мужика, чтобы он регулярно туда приходил, в общем, можно даже особо не платить, просто бесплатно, как бы, водки, просто ему говоришь, мужик, стакан с меня, да, все, и после этого, как бы, да, ну, ну, такие случаи, да, так продолжая насчет виртуальных этих экскурсий, в общем, я все им рассказываю, мы пьем водку, там несколько экранов, и люди в разных частях света, с различными водоками водки, конечно, там русской водки сложно взять, да, у кого-то Финляндия, у кого-то Грегус, у кого-то что-то еще, и вот они так, значит, пьют со мной. Ты, насколько ты выдерживаешься на такие марафоны? Ну, иногда я мухлю, так скажем. Ну ладно, мы не будем распространяться. Да, да, мы не будем распространяться. Нет, было бы странно, если бы ты каждый раз бухал водяру, ты бы просто уже не сидел бы сейчас такой свеженький и красивенький. Да уж. Слушай, а такое, ну, может быть, не знаю, насколько он уместный, личный интимный вопрос, у тебя же так фамилия-то, мне говорят, не очень русская. Ну да. Да, а ты вот, тем не менее, интересуешься вот этим всем, то есть, как у тебя, что это с корнями, расскажи. Ну, у меня дед был немец из колонии, немецкой колонии, под Белой Церковью, он в Питер переехал в 30-м и 31-м году, ну, видимо, когда голод там начался, и как раз вот города рабочие, точнее, крестьяне бежали. Вот, начал работать на немском заводе имени Ленина, и там отработал, сколько, 40 или сколько там, то есть, а как вот он во время войны... Вот, я это все думал, что вообще с ним происходило, потому что никаких семейных историй, он никогда не рассказал про войну, но я видел его какие-то награды, вот, когда мне было лет 12-13, это было очень давно, я видел его награды, и я уже, к сожалению, не могу вспомнить, вот, точно ли это его были награды, чтобы там проверять, я тогда не так этим интересовался, ну, вот, видел какие-то там в ящички было, потом, но множество перестановок было в квартире, и вот куда-то это все делось, может быть, у отца в комнате, он не хочет искать, у него там все забавно, ну, известная история, да, и я только буквально неделю назад, неделю или полторы назад, на сайте, не подвиг народа, я там регулярно искал, то есть, я вот, такой, сизиво в труд у меня был, постоянно заходить на этот сайт, и набирать свою фамилию, и опять ничего не находить, да, вот, выходил на берег, постоянно, ждал моря погоды, и наконец-то, вот на этом сайте, как случилось, я сделал калаш, тогда и сейчас, да, вот, на набережной водного канала, идут рабочие отряды охраны, и современную картинку, и один американец меня спросил, а что, а что с ними стало, как бы, а там фамилии приводились, я решил посмотреть, что-то фамилии не нашел, но увидел маленькую ссылку, там, какой-то другой сайт, забыл, как называется, тоже какая-то база данных, от Минобороны, я ввожу фамилию, ввожу их фамилию, тоже не нашел, ввожу свою фамилию, как обычно, и раз, нашел данные по деду, то есть, моего деда, Шмидке, Роберта Густавича, призвали в армию 22 июня 41 года, в самый первый день войны, демобилизован он был только в 47 году, и вот это тоже для меня такая загадка, что человека продержали 6 лет в армии, при этом он уже к тому времени был квалифицированным рабочим, сколько он там, 8-9 лет отработал на заводе, рабочие руки тогда были очень нужны, ну это известно, тогда стремились демобилизовать как можно скорее, а его столько держали, то есть, при этом он не собирался делать какую-то там, явно, и не мог бы делать военную карьеру, но тем не менее, и есть семейная легенда, что после войны к нему приходил, или его вызывал там НПВДшник, и потребовал ничего не рассказывать про войну, ну с другой стороны, вообще у нас как бы не принято было у многих рассказать про войну, и у меня дед парниевский пяточок ничего не говорил, я спрашивал, он просто смотрел в окно, плакал и молчал, я общение, я только когда военный билет я понял, что он был радист, причем он попал вот второй, этот самый жесткий замес, не в первый, когда еще там, как-то еще можно было, второй жесткий замес, вот, и все, я так и не знаю, то есть, я знаю, что он там был ранен, и все, его переправили обратно, больше я не знаю, ни хрена, историю ему на низком пяточке. Ну вот, а что касается моего деда, то он, у меня, когда Путин написал статью в журнале «Русский пионер» про отца своего, у меня родилась такая романтическая теория, ну потому что вообще никакой информации нет, Путин говорит, что я сначала воевал в диверсионном отряде, но тогда на самом деле в 41 году партизаны, это и были диверсанты по большому счету, то есть такое партизанское движение еще совсем не оформилось, и вот его отца забрасывали в тыл к немцам, и он упоминает, что руководителем этого диверсионного отряда был этнический немец. Ну, как бы, я не знаю, вряд ли, наверное, там был. Скорее всего, действительно, если его держали, я вот как раз хотел сказать, что это, естественно, скорее всего, связано с его национальностью, то есть, может быть, какие-то приводные истории, может быть, его задействовали, может, вообще не с пленными, там, хрен знает. Вот, тоже непонятно, но, тем не менее, у него есть, я нашел фотографию с орденскими планками, вряд ли там какие-то гражданские медали, в Советской Армии. Ну, вот, да, где он воел? Может быть, он там в тылах сидел, но в любом случае, для меня важно было вот точно установить для себя, что он действительно воевал, потому что, это какая-то, я на подвиг, мне уже много раз там интернет-эксперты говорили, что, нет, на подвиге народа нет, это все байка, тебе там придумали, рассказали, этого не было, на самом деле, вот. Понятно. Слушай, расскажи еще, может быть, какие-то такие случаи, которые происходили в твоей практике, которые тянут реально просто или вы убивали с колеи, или ты думал, what the fuck, то есть, потом рассказывал за рюмкой чая там своим друзьям, да, то есть, про каких-нибудь, ну, у каждого гида есть там набор стандартных каких-то байк. Да, да, ну, у меня байка была так, тоже связана, кстати говоря, опять же, с войной, хотя не в том ракурсе, который мы сейчас обсуждаем, мы, я как-то вел лодку, мы заплываем в фонтанку, доходим до Анечка моста, и пока Данечка моста там плывешь, рассказываешь там про здание, потом уже, в общем-то, ну, на том уровне, который американцам интересен, там уже дальше рассказать нечего, то есть, ну, не молчать же, надо что-то такое еще там упоминать. И вот мы, когда подходим к Патеремоновскому мосту, я говорю, вот здесь вот был соревной городок, здесь располагался музей блокады, вот чуть ли не великим, один из величайших на то время, там, с крупнейших военных музеев, и так далее, там была выставка техники, и вот, у меня как бы градус повышается уже, в духе Родзинского, и вот, значит, в конце 40-х годов, Сталин приказал его разгромить, и сотрудники были репрессированы, и там бабушка такая американская поднимает руку, типа, I have a question. Вот, ну, я думаю, да, вот ничего себе, человек так проникся, наверное, она хочет спросить меня, что-то там про Сталина, про репрессию, наверняка же ему так интересно. Я говорю, да, ну, типа, давайте, конечно. Она такая показывает на дом соседний, там написано sale, она говорит, this is sale, is it for sale? Все, занавес, как бы. Ну, она увидела, что знакомое с вами. Ну, как бы, да, в общем, романтический момент похерен, как говорится. Вот так. Ну, ясно. Хорошо, Саша, значит, ну, во-первых, желающие, так сказать, пообщаться с Александром, и, может быть, даже погулять, если таковые есть, виртуально, в том числе. В общем, я оставлю, ты мне пришел, что надо оставить, там, какие-то ссылки, сайты, прочее, и прочее, да. Значит, я напоминаю вам, дорогие друзья, коллеги, неколлеги, и прочее, если вы гид, экскурсовод, и у вас есть, что рассказать интересного, вы можете обращаться, с удовольствием с вами встречусь, возьму интервью. У нас будет следующий, очень интересный гость, пока я не буду анонсировать его. Вот, но все мои мероприятия, тоже есть там, внизу по ссылкам, оставляйте комментарии, увидимся еще, тебе удачи. Спасибо. Пока.